Всем привет! К сожалению, у меня сегодня не получилось сделать мой первый выезд на Юбрике. Испортилась резко погода. Но из приятного я хочу сказать огромное спасибо, уважаемые зрители, всем, кто меня поддерживает. Почему? Вчера после 9 вечера кто-то мне задонатил 100 гривен. Пришло сообщение с Privat24. Я очень обрадовался. Ребята и девчата, кто меня смотрит, действительно хочу сказать огромное спасибо за это, что вы цените мой скромный труд. К сожалению, я полез в Privat24 и там не отобразилось, кто, скажем так, послал мне деньги. Но, тем не менее, я надеюсь, что этот человек меня слышит и понимает, что я ценю то, что он мне помогает. Итак, сегодня мы поговорим о моем выборе центрального кофра для мотоцикла Ямах Юбр 125. Это кофр Каппа. Вот такой. Полное название вы можете посмотреть в описании к видео. Давайте откроем. Позже мы еще немножко остановимся на системе крепежей к этому кофру и как я его прикрепил. Почему именно Каппа? Ну, на самом деле, вы знаете, хочу сказать, что особая выбора-то не было. На моем прошлом мотоцикле, на котором я ездил 10 лет назад, это был Husson как вело 250-ка, у меня стоял кофр Гиви. Это линейка, скажем так, выше среднего и чуть-чуть ниже самого лучшего кофров Гиви. Он мне очень нравился и размер он был примерно такого же. Но Гиви стоил и стоит сейчас очень хороших денег. Тогда я мог себе позволить это купить. Сейчас, к сожалению, я этого сделать не могу. Кофр Каппа, из того, что я прочитал, вообще кофр Каппа, это уверенный хороший такой середнячок, четкий, неплохой Китай реально. И я остановился вот на вот этом кофре. Какие были мои критерии? Ну, во-первых, я принимал, да, я принимал во внимание внешний вид мотоцикла. Все-таки, как говорится, корабль назовешь, так он и поплывет. И все, что красиво, оно красиво летает и красиво ездит и так далее. Это Yamaha UBR 125. Это мало-кубатурник. Сюда не пойдет огромный кофр на два там шлема. Можно, конечно. Но, учитывая, что этот мотоцикл мне нужен был в том числе и для съемки, все должно было выглядеть гармонично и в то же время функционально. Поэтому вот этот вот кофр, я так понимаю, из названия там цифра 30. То есть, видимо, эта цифра 30, это обозначает литраж. Потому что в спецификации нет литража, там только размеры линейная, длина, ширина, высота. И, на мой взгляд, на мотоцикле этот кофр смотрится, ну, хорошо. Давайте спереди посмотрим. Ну, смотрите, мне кажется, я еще повесил боковые сумки, свои старенькие. Вчера очищал их от пыли, перемывал. Ну, кстати, сумки полное говно. Ну, на них, может, потом остановимся, пока не об этом речь. Мне кажется, что этот кофр как раз вот хорошо так смотрится на мотоцикле. То есть, он не большой, не маленький, он не оляповатый. Нет никаких этих дурацких китайских ярких наклеек. Ну, в общем и целом, давайте с этой стороны вот покажу. В общем и целом, правую, левую по ходу проекцию мотоцикла. В общем и целом, мне кажется, достаточно неплохой вариант. Вместе с кофром шла вот такая инструкция. Инструкция довольно понятная. То есть, все ясно, все понятно. И вот такой вот шильдик бумажный, типа адресник. Но я его цеплять не стал, потому что он пластиком не защищен, этот адресник. И сотрется, я думаю, он за секунду. В инструкции вы можете видеть, сейчас я акцентирую внимание, что максимальная грузоподъемность кофра 3 килограмма. И максимальная скорость, на которую рассчитан этот кофр, 120 километров в час. Что хочу сказать по поводу крепления кофра к мотоциклу. Кофр в стандартном варианте, ну и вообще все кофры вот такого типа, они имеют примерно 3 точки крепления мотоцикла. Вот сейчас я показываю. Я, к сожалению, не могу снять сам кофр, потому что он уже намертво прикручен. Тут идут пазы, вот здесь и вот здесь. Кофр просто вот так вставляется в эти пазы. И сзади, сзади идет защелка. Вот я сейчас ее показываю. Это красная защелка. И она цепляется с ответной частью, которая находится вот на этой платформе и защелкивается. Все. То есть получается 3 точки крепления на этом кофре. И вы знаете, я ходил, 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 думал, думал. Вот муляет мне. Ну не нравится мне вот эта, особенно последняя вот эта защелка. Ну понимаете, это пластик. Ну не дай бог эта защелка оторвется. Все бывает. Что получится? Ну кофр просто вылетит и покатится куда-нибудь. Хорошо, что если это будет в безлюдном месте. А если это будет на трассе. То есть последствия могут быть очень неприятные. Более того и можно спровоцировать ДТП. И потом еще попасть под деньги, не дай бог. Просто из-за того, что кофр у вас улетел. В итоге все-таки я решил, как говорится, своей чумке последовать. И прикрепил его тупо намертво двумя винтами. Сделал я это следующим образом. У меня был кусок нержавейки. Вот такой. Как основа. Я выпилил кусок нержавейки. Два обычных болта. И снизу ответная часть. И посадил на обычной самоконтрящейся гальке. И вырезал вот такую подкладочку. Я еще не знаю, буду я клеить ее или нет. Она немножко рвется. Я просто думаю сюда повесить какой-то обычный линолеум. Вот, кстати, хочу показать тоже здесь шильдик. Что максимальный вес 3 килограмма. И максимальная скорость 120 километров в час. В правой стороне идет пластиковый ограничитель открытия. Что еще хочу сказать. Сам кофр, он... Я вот сейчас шатаю, что мне нравится. Он и не жесткий, и не мягкий. Он такой средний. Вот, пытаюсь я его немножко согнуть. Он поддается, но не сильно. Это очень хорошо. И очень здорово. В комплекте идут два вот таких красных ключа. Мне лично это кофры такие вообще вот такого типа жарк. Центральные пластиковые кофры. Они мне нравятся. Почему? Потому что, во-первых, иногда возникает ситуация, что надо что-то положить и закрыть. Ну, да, сломать можно все. Но, чтобы, например, этот пластик сломать, уже надо лупить по нему конкретно. Просто вот так ножом обычным походу его не вскроешь. Вот. Мне нравится эта округлая форма. Туда можно положить шлем, когда ты ушел. На коленники, когда ты ушел. Закрыть. Он легкий. И он удобный. Я знаю, что много людей не любят такие кофры. Ну, немного некоторые. Но большинство, наоборот, извините. Большинство людей ездит вот с такими все-таки кофрами, что показывает их удобство. Мне кажется, что для малокубатурника Yamaha UPR-125 вот такой формат кофра это оптимально. И я доволен пока своим выбором. Надеюсь, что в процессе эксплуатации этот кофр меня будет только радовать. На этом все. И еще раз хочу сказать, ребята, огромное спасибо, кто помогает мне снимать мои видео. Пожалуйста, не стесняйтесь. Если вы хотите угостить меня чашкой кофе, не сдерживайте свои желания. Я с удовольствием вслух вам скажу огромное спасибо, если буду знать, кто это сделал. Вот ссылочка, как обычно, для вас будет в первом комментарии, в описании. Ну, еще я добавлю свою карту привата, чтобы в Украине, если вы захотите мне угостить чашкой кофе через приват, я добавлю свою карту. Всего вам самого хорошего. До свидания.